И пропажа снова вернулась Ну ладно, ребят, в этот раз я прям не настолько долго пропала Честно, мне кажется, мои зрители на ютубе уже настолько привыкли к тому, что я начинаю вот так вот свои видео Чтобы уже такие, да, ну еще через месяц появятся Или два А я каждый раз себе в этот момент говорю Нет, Мишель, ты будешь постить на ютуб, ты будешь снимать каждую неделю по несколько видео Ну вот, мы с вами и встречаемся так редко Ладно, на самом деле я пипец как соскучилась по общению с вами И по моим зрителям на ютубе Ну камон, ребята, вы на самом деле самые OG, мои самые первые И когда люди пишут, да я тебя там смотрю с 12 лет на ютубе, с 13, мне так приятно от этого Если об этом задуматься, то я уже 8 лет снимаю на ютуб Но пришло время некоторые вещи поменять Поэтому сегодня я сижу перед вами И хочу просто поговорить, рассказать вам про свою жизнь Что у меня нового, что поменялось Что я бы хотела в дальнейшем будущем поменять Даже связанное с этим каналом Поэтому я надеюсь, вам будет приятно смотреть это видео Меня зовут Мишель Кенелик, кто здесь впервые И сегодня я поотвечаю на все ваши самые часто задаваемые и интересующие вас вопросы Если вы не подписаны на меня в других социальных сетях Я оставлю здесь две ссылочки на мой инстаграм и на мой тикток Я буду очень рада вас там видеть Как многие из вас заметили, я больше склоняюсь и веду свой контент на этих платформах на английском Кто не знает, мой первый язык это английский Когда мне было 3 года, мы с семьей переехали в Ирландию Там я учила английский за 2 месяца Я там была в садике, в школе и все детство провела в этой стране Поэтому английский для меня как родной Плюс учитывая то, что я уже 3 года живу в Америке Мне иногда бывает сложно переключаться Но для моей аудитории, которая по сей день со мной Мы с вами столько всего прошли вместе Боже мой Я очень благодарна за каждого из вас За то, что вы смотрите, поддерживаете, интересуетесь, пишете мне Я честно практически все читаю Я стараюсь читать все комментарии и отвечать на них Особенно на ютубе, он для меня настолько родной И как я и сказала, из-за того, что я 3 года живу в Лос-Анджелесе И в основном весь мой круг общения это англоговорящие люди И есть очень многие вещи и интересные идеи, которые я хочу снимать Но их возможно воплотить только на английском Это касается и знакомых друзей, коллабораций, которые мы могли бы делать Что подводит меня к первому вопросу, который мне задали в инстаграме Я попросила вас задавать мне вопросы, которые вас интересуют И мне тут пишут Это реально был второй вопрос, который мне написали И я хочу с вами поделиться одной идеей И искренне услышать ваше мнение насчет этого Я хочу, чтобы в первую очередь вам было интересно смотреть И чтобы вы получали удовольствие от моих видео Но также, чтобы и я получала удовольствие от съемки И делала это чаще, а не раз в месяц или раз в полгода У меня реально такой невероятный поток идей И столько мотивации и мыслей в голове Насчет видео, которые я хочу снимать там со своими друзьями И какие мы могли бы коллаборации вместе делать на ютубе И я сидела и рассуждала об этом Для моих таких самых преданных ребят Скорее всего вы знаете, что я пыталась создать канал на английском языке Как-то это было давненько, я еще тогда жила в клабхаусе И я попыталась Но не лежала у меня душа к этому И честно, мне просто хочется настолько искренне с вами этим поделиться Потому что у меня такое ощущение, что когда я снимаю видео на ютуб Я как будто бы общаюсь со своим другом Вот я просто сижу и рассказываю своему другу О каких-то своих переживаниях, о своих мыслях Как вам была бы идея, если бы я на вот этот канал На канал Мишель Кенели Начала бы снимать видео и на английском, и на русском И я не хочу сейчас пообещать снова что-то Что я не смогу воплотить в жизни Сказать, что я там буду по два раза в неделю выкладывать И на английском, и на русском Но я даю себе обещание, в первую очередь И вам тоже, что я постараюсь сделать так Чтобы хотя бы раз в неделю выходило одно видео на английском Потом через неделю одно видео на русском И вот так вот чередовать Плюс многие из вас, кто давно на меня подписаны Знаете то, что я очень люблю путешествовать Я очень люблю Европу Я сама из Европы И несмотря на то, что я живу в Лос-Анчелесе Я каждое лето улетаю в Европу, путешествую И естественно в этом году я тоже планирую полететь на лето в Европу Увидеться с семьей, увидеться с друзьями Я хочу снимать влоги, хочу снимать видео с путешествиями Да просто-напросто рассказывать вам больше У меня такое ощущение, что я настолько пропала из жизни В какой-то момент связаны с очень многими обстоятельствами Мне сейчас реально даже трудно об этом всем говорить Я буду искренне очень благодарна за любое мнение в комментариях За любые мысли Скажите мне, что вы думаете И вообще любая мысль, которая вам придет в голову Вот прямо сейчас при просмотре Напишите ее, пожалуйста Я реально все читаю И заранее спасибо большое каждому, кто уделит минутку своего времени Чтобы что-то написать Мне, кстати, очень многие люди пишут, что они учат английский Что мой путь их как-то вдохновляет Или вдохновил в какой-то момент И мне так приятно от этого И мне кажется, если я начну снимать видео на английском Возможно, это кому-то даже поможет Язык подучить, там, услышать, как говорят люди здесь Как люди используют сленг Какие у них манеры, привычки в общении Следующий вопрос, на который я отвечу Ты живешь сейчас сама? Нет, ребят, я живу стрим-тимом Я с ними живу уже с октября, по-моему Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Восемь месяцев Такое ощущение, что мы только вчера все познакомились Кто меня смотрит уже давно Вы, наверное, со мной пережили домов 15, в которых я жила Я столько раз переезжала, это уже даже не смешно Но я настолько благодарна за каждый опыт, который у меня здесь был Я вот с тех пор, как приехала в Америку Увидела абсолютно две стороны жизни здесь Я прожила самую роскошную жизнь, которую только можно себе представить здесь И точно так же я увидела суперскромную сторону Сторона жизни, которая не как во всех фильмах и сериалах, которые вы смотрите, романтизируется И оба этих опыта научили меня очень многому Но сейчас с ребятами из Dream Team мы сняли наш первый дом уже на долгое время Теперь мы не будем переезжать каждые 2-3 месяца Отвечаю на самые банальные вопросы Возможно, как-нибудь я сниму ром-тур, когда... Точнее, хаус-тур, когда у нас уже все будет готово здесь У нас в доме три этажа, у каждого своя комната Свой туалет, кардероб и так далее Живу я вместе с Катей, Лианой, Машей и Колей Я ребят очень сильно люблю, мне с ними суперкомфортно Мы буквально сразу, как только встретились и познакомились, нашли общий язык Поэтому я надеюсь, что мы еще долго будем вместе Как продвигается твоя карьера актрисы? Расскажи о кастингах и проектах Карьера продвигается хорошо Я закончила школу Я училась в UCLA 2 года на актерское мастерство И вот буквально 2 месяца назад закончила всю программу Я уже так жду свой диплом по почте Мне его уже выставили, поэтому скоро он будет у меня в руках Я вот так вот Как я говорила в своих предыдущих видео Я начала работать с очень крупным актерским агентством Но если бы в Голливуд было так легко попасть Мы бы все были кинозвездами, правильно? Я очень много работала и продолжаю работать каждый день Еще в Америке очень сложно в плане возраста Потому что мне 20 лет А здесь легальный возраст это 21 Вот буквально недавно, пару дней назад Ко мне обратился кастинг-директор на новый проект И когда они узнали, сколько мне лет Сказали, блин, к сожалению По всем параметрам подходите, кроме возраста Но знаете, мой путь к успеху всю жизнь Всю жизнь, в любой сфере, за которую я бралась Никогда мне ничего просто так не дается Никогда Я всегда должна пройти через какое-то испытание Что-то произойдет, что-то пойдет не так Но по итогу я всегда получаю то, что хочу Самое главное это не опускать руки Мне кажется, когда тебе что-то сложное дается Вкус успеха намного слаще, чем Если вот так вот просто снега упадет Планируешь ли ты еще выпускать книги или что-то подобное? Да, ребят, кто не знал, у меня есть своя книга Мы ее написали вместе с моей мамой И это еще одно такое детище, которое для меня Стоит как на уровне моего ютуб-канала В эту книгу вложено столько эмоций и мыслей Это книга про то, как я начинала свой путь в этой индустрии И к чему меня это привело Почему она написана вместе с моей мамой? Потому что очень часто ко мне зрители обращались с вопросами Как сделать так, чтобы родитель тебя понял в первую очередь И самое главное поддержал Первая часть книги это честный разговор с self-made блогером У меня, кстати, даже такая татуировка есть Self-made Для тех, кто не знает, self-made значит сделан сам Мне никогда никто не помогал в этой индустрии пробиться У меня никогда не было продюсера или человека, который вкладывал деньги в мое развитие Нет, мои родители первые полгода даже не знали, что я снимать начала В этой книге реально собрана вся моя сознательная жизнь И я очень рада, что у меня есть какой-то такой продукт, который можно потрогать Вторая часть книги это разговор с мамой блогера И первое, что тут написано Не ребенок должен вас понимать, а вы ребенка Только потому, что вы были ребенком, а ребенок еще не был взрослым Если вы вдруг сейчас находитесь в таком состоянии, когда вам нужна мотивация или какая-то поддержка Можете прочитать эту книгу И обязательно потом напишите мне, как вам А в конце книги здесь есть место, где вы можете написать свой план по завоеванию мира Кстати, я не знаю, почему я еще его не запомнила У меня еще очень много планов есть по завоеванию этого мира Вот, тут кто-то написал, будешь ли ты вести ютуб на английском Мне душа греет то, что люди такое спрашивают Что ты думаешь про своих фанатов? Честно, я так не люблю слово фанаты Мне как-то по душе ближе говорить зрители Мои интернет-друзья Ну вы реально как мои друзья Вы объективно в миллион раз больше даже знаете про меня и про мою жизнь Чем очень многие люди, с которыми я общаюсь в жизни Которые называют меня своими друзьями Мне кажется, мне никогда не хватит словарного запаса, чтобы высказать вам всю благодарность, которая во мне есть Вы, мои зрители, реально изменили мою жизнь По сути, все, что у меня сейчас есть, это благодаря моему труду и вам И это невероятно ценно Я очень сильно люблю каждого из вас Спасибо огромное всем тем, кто досмотрел это видео до этого момента Ждите новые видео, как на русском, так и на английском Еще раз попрошу, напишите свое мнение в комментариях Любой комментарий, любая мысль, которая придет в голову Я все читаю и стараюсь отвечать Обнимаю каждого из вас Всем пока